В 14 выпуске после первого испытания черный фартук получил Влад и Саша. А после второго испытания к ним присоединились еще Миша и Женя. И получается, что это была такая чисто мужская битва черных. И на самой битве конкурсное блюдо должно было состоять из четырех компонентов. Это мясо, гарнир и два соуса. И здесь уже каждый участник должен был выбрать для себя только один рабочий цех как процесс в настоящем ресторане. И Миша готовил мясо, Женя гарнир, а Саша и Влад соус. Но загвоздка была в том, что они готовили друг для друга. Получается, что каждый цех должен был приготовить по четыре компонента для себя и для других участников. И на этом конкурсе можно было понять, кто пришел за дружбой и быть хорошим для других, а кто пришел за участием в этом проекте и, конечно же, за победой. Было удивлением, что большинство участников не забирали лучшие продукты себе, а делились другими участниками. Единственное, что на этом испытании не пожалели Сашу. Ему отдали практически самые худшие компоненты. Но несмотря на все это, Саша сделал красивую презентацию и его блюдо стало одним из лучших на сегодняшнем испытании. Влад же, наоборот, проявил благородство и пораздавал свои лучшие соуса другим участникам. Себе оставил самый худший, но он знал, как его исправить. И ему это удалось. Его блюдо было довольно-таки хорошим. Женя также смог доработать свое киноа, а его курица сегодня была просто прекрасной. Но, кстати, ее готовил Миша. А Миша достались самые козырные блюда, которые Эктор оценил в 3-4 балла. Но Миша решил добавить что-то свое и таким образом испортил соуса, которые ему пришли от других участников. И утка была не совсем идеальной. Поэтому судьи решили, что проект должен покинуть Миша. Несмотря на то, что он неплохо приготовил мясо, судьи, видимо, оценивали конкретно его блюдо. На данном этапе проекта Мастер-шеф уже слабые участники ушли, поэтому уже на каждом следующем выпуске будем прощаться с довольно-таки сильным участником. Как вам такое решение судей? Согласны с ним? Или кто-то другой должен был покинуть проект? Напишите ваше мнение в комментариях. А у меня на этом все. Услышимся!